В советскую эпоху практически в каждой школе был собственный тир. Затем времена изменились, и сегодня возможность проводить стрелковые тренировки есть лишь у единичных средних учебных заведений. Мы с вами сегодня открываем тир Заячинской школы, чтобы создать все условия для того, чтобы наши молодые парни и девушки выросли достойными защитниками нашей Родины. И мы с вами на деле докажем сначала в учебном, а если доведется, то и в настоящем бою, о том, что мы достойная смена наших дорогих ветеранов. Участие в мероприятии также принимал депутат Московской областной думы Дмитрий Голубков. Украшением церемонии посвящения в юноармейце стала знаменная группа ребят из патриотического объединения «Виатичи». Будущие юноармейцы приносят клятву. Береты им вручает майор пограничной службы Станислав Бунеев. А затем ребята вместе с гостями спускаются в тир. Предваряя его официальное открытие, приемы обращения с церемониальными карабинами демонстрируют молодые бойцы из клуба «Виатичи». Кстати, именно «Виатичи» вместе с родительским сообществом Зареченской школы стали одними из инициаторов обустройства стрелкового помещения. Навыки стрельбы, навыки, которые развиваются данным видом спорта, они очень способствуют развитию человека, развитию школьника, развитию патриотизма. Человек, который точно стреляет, это человек равновешенный, с равновешенной нервной системой. Это люди, которые обладают хорошим, сильным характером. Дмитрий Аркадьевич обещал способствовать открытию подобных пневматических тиров и в других школах района. Сам стрелтовый тренажер при всеобщем одобрении получил имя жителя Заречья, ветерана Великой Отечественной войны, чемпиона Европы и СССР по пулевой стрельбе Павла Перемотина. И символично, что именно Павел Федорович первым вышел здесь на огневой рубеж. Вместе с ним участие в испытании приняли и другие ВИП-персоны. ТИР строился за Реченской школой не только для себя. Он создавался специально для того, чтобы быть центром юно-армейского движения Одинцовского района. То есть здесь будут соревнования. Стрельба – это часть ГТО. Значит, нормы ГТО тоже могут сдаваться в этом ТИРе. Здесь будут заниматься наши дети на уроках ОБЖ. И, конечно, мы ждем Одинцовский район. Команды, то есть пропускная способность не очень высокая, но за один раз мы можем человек 40 принять. Параллельно со стрелковыми соревнованиями в Зареченской школе в этот день провели целую военизированную мини-спартакиаду. Она включала в себя соревнования по плаванию с макетами автоматов и выполнение наиболее распространенных общей физических упражнений. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.